Хорошего слова. Слушайте, к футболу. Просто раз говорили, вот это отмену сбора. Вы поняли, почему его отменили? Почему мы не нашли соперников-то? И получается, и в Азию не поехали, и здесь соперников не нашли. Еще и чемпионат начнем вообще в июле просто. Сереж, то, что у нас очень оригинально странное футбольное руководство, мы много раз с тобой говорили. Соперников, я не знаю, не так много стран, видимо, хотят с нами играть. Не так далеко мы хотим лететь. Ну, я вот не знаю, что, например, с китайцами не сыграть? Не знаю. Ну, хорошо, не хотим мы с республиками нашими, они там побаиваются. Ну, китай там пухер вообще. Не, с республиками нашими мы же уже сыграли. Да, нас уже надо прокатить. Да, и на... Не-не-не, мы сыграли. Мы сыграли по два раза еще сыграть. Можно, более того, нас звали на этот турнир в Азию. Но я-то думал, что мы не сыграем в турнире в Азии. Далеко лететь, жарко, вопросов нет, хочется отдохнуть. Но мы хотя бы раньше потом начнем чемпионат. Очень оригинальные ребята. У них какие-то свои мысли. Причем мне иногда кажется, что они сами не знают, что у них за мысли. То есть им кажется, что мысль есть, а на самом деле мысли нет. Вот такой вот они матрицей живут. Ну, что ж. Слушайте, Спартак проиграл последний матч, но в итоге все равно остался в тройке. Кто как оценивает? Вот депутат Госдумы Жуков, болельщик Спартака, сказал средненько. Кто как? Ну, что вы думаете по поводу сезона Спартака? Тройка, далеко они продвинулись в кубки. Вот помнишь, я тебе сказал, что пятое, шестое место по той игре, которую они показывают. Ну, я считаю, что оно и было пятое, шестое место просто уж больно душевные и больно критические, даже, скажем так, радикальные подарки сделали судьи Спартаку. Особенно на финише. И если ты откроешь на сайте чемпионата или прямо посмотришь у Федотова, там, не знаю, в Телеграме или где, это команда, в пользу которой больше всех ошиблись. Они там, по-моему, что-то там плюс 12 или что-то такое, ты понимаешь, я посмотрел всех остальных. Вот, это команда, которая больше всех ныла и орала, что их заслуживают. А оказалось, что они самые обожаемые судьями. На мой взгляд, судьи им подарили 5-6 очков лишних. Именно эти 5-6 очков и определили то, что Спартак попал в тройку. На самом деле, их реальное место, это ниже Ахмата. Вот, поэтому я считаю, что, в принципе, сезон очень бледный. Матчи, которые запомнились со знаком плюс, практически нет. Матчи, которые запомнились со знаком минус, их хоть отбавляй. И, мое мнение, команда абсолютно несбалансированная, невыстроенная. Покупки, особенно зимние, просто отвратительные. Ну и из всех линий, которые в Спартаке существуют, я думаю, хорошая, не отличная. Хорошая это вратарская линия и, наверное, хорошая линия нападения, но при этом очень отягощена ненужными персонажами. А так, в принципе, команда довольно-таки средняя и по составу, и по игре. И очень зависимо от двух-трех персон, выпадение которых не сводит команду прямо до уровня второй восьмерки. То есть, выпадает джики, и все в обороне, ну просто ужас. Даже отсутствие Соболева показывает, что и нападение не такое сильное. Ну и вообще команда очень много растрачивает себя на какие-то эмоциональные моменты на поле. Очень, на мой взгляд, недостаточно хорошо концентрируется на игре, именно на футболе. А очень много тратит энергии на всякую вот эту потусторонку. И это очень плохо. И, в принципе, мне кажется, команда находится постоянно в каком-то очень нервном и в каком-то таком психическом стрессе. Об этом свидетельствует красная карточка джики в Самаре, которую он получил просто за споры, за разговоры. И от того, что, ну вот все, накал уже превышал все допустимые пределы. И теперь получается, что, вот смотри, получит он матча 2 или 3, я не знаю, сколько решит этот, кто там экспертный или как это, экспертная комиссия. Но сначала будет АСК, если Спартак туда подаст, потом будет КДК. Но я думаю, что получит 2 матча минимума. Ну, я думаю, 3 там же, наверное, скорее всего записали, что есть матом. А 2 до 4? Ну, вот посерединочка становится 3. А ведь 3 матча, это 10% следующего сезона. Плюс еще Соболев отсутствует, тоже. Плюс еще неизвестно, как будет развиваться история с этим наркодилером. Плюс непонятно, кто там из этих убежит, не убежит. Всякие Мойзосы, Бальде и прочее. Если же таковые разбегутся, кем играть? Ну, россияне, знаешь, у меня как-то, я вот смотрю, ну, вроде Зиньковский ничего. Открываешь компьютер, начинаешь читать, ну, там просто вообще его такими помоями. Я думаю, блин, что-то я, может, я как-то на него смотрю. Мне вообще, честно говоря, крашеные молодые люди вообще не нравятся. Но я даже, несмотря на то, что он крашеный, то как-то смотрю на него вроде положительно. А там вообще прямо, тогда, если еще не Зиньковский, а кто вообще там тогда? Кто там играет? Кто на уровне? Вот из россиян ты можешь мне хоть кого-то назвать? И получается, что вообще нет. Значит, надо каким-то образом делать огромную, во-первых, зачистку летом сейчас. А как ты ее сделаешь за месяц? Ты же ее не успел сделать. Я так понимаю, у тебя должно уже все быть готово. И тебе просто, ну, в межсезонье надо было бы соблюсти какие-то формальности. Но, насколько я понимаю, там даже вообще еще конь не валялся. А это надо освободиться от балласта и что-то серьезное на российском рынке купить. А кого купить? Они уже все, что можно было, хорошее российское, расхватал «Зенит», расхватал «Локомотив». Ну и подгребли там, не знаю, наверное, ЦСКА с «Динамо». У них даже вообще, вот кого они могут? Глебова купить? Ну так они его хотят купить за две копейки. Им никто его не продаст. Ну так же, как история с Осипенко, мы говорили. Да, ЦСКА хотела там за две копейки. Ну вот, роль человека, да, насколько важна. Так и здесь. Ну и все. И кем они будут в следующий сезон? Причем, я так понимаю, опять вся надежда на нытье. Нас засудили, нас судьи душат. Давайте нас судите лучше всех. Ну, как это было в этом сезоне. И опять, не знаю, на что еще ставка. Удивительно. И опять будут кричать, да мы там «Зенит» обыграем. И потом потихонечку и сдуется. Ну, то есть, понимаете, вот эта вся история. Все-таки, ну, Джики, там, два матча минимума, у Соболева два, если не отобьет «Спартак» по апелляции. Но это много. То есть, можно начать сезон так, что... Я тебе говорю, ты можешь начать сезон, лидеры пропускают 10% турнира. Это много. Я же тебе говорю, это эти два лидера уже точно вылетели, а еще непонятно, что будет с остальными. Я об этом и говорю, что проблема большая. Идут разговоры по поводу возможных переменных, кто рвется на пост. Вот я у Наиля Измайла спросил, правда ли, что вы туда можете прийти. Проверка-то категорически, называется, разные фамилии. Вы это кто, я? Наиль Измайлов. А, ну, он может прийти, а ты говоришь, что вы можете прийти. Да, прошу прощения. Ну, это проверка. Значит, вы ждете каких-то перемен? Ну, я считаю, что... Матыцу надо обязательно поменять спортивного директора, потому что этот английский не ликвид, это вообще путь не то, что в никуда, а просто путь, знаешь, такую черную бездну. Ну, это вот основная фигура, которую надо поменять, и, наверное, вообще весь этот отдел. Что касаемо руководителя, я не знаю, какие претензии к Мележикому-то, по большому счету. Ну, человек занимается административной работой, он не должен спортом заниматься. У Спартака есть вопросы по финансированию? Нет. Вопросы по зарплате? Нет. По материальному обеспечению? Нет. Контракты коммерческие работают? Работают. Коммерция работает. Все функционирует, все нормально, автобус ездит, бутсы форму получают, чистенькая, все хорошо, все. Какие вопросы к Мележикову объяснили? Вы смотрели... Хромает, Сережа, в Спартаке, хромает спортивная составляющая. Это не, как тебе сказать, это не задача. То есть не то, что не задача, понятно, что генеральный директор, там, или президент отвечает за все. Но Мележиков конкретно не отвечает за спорт, он отвечает за все остальное. И вот, насколько я понимаю, по всему остальному претензий ни у кого нет. Есть проблема вот со спортивной. А спортивная, да, там в полной... Вот, как говорят украинцы, дупе. Или там поляки, не знаю кто. Вы читали вот этот отчет, что Спартак самый убыточный клуб. Как вы вообще относитесь к тем цифрам, которые там были? Со спокойствием. И лишь с констатацией того, что я говорю, поставили жилье. И что вы хотите от этого? Давайте рассказывайте все истории про Эдуарда того же, как он заходил. А тебе история про этого Классана, да? Ну, ни о чем не говорит. Как он может быть неубыточный, если этого Классана привозят в Ростов, просят 150 тысяч долларов, Ростов говорит, нет, он нам вообще не нужен за деньги, можем его взять бесплатно и там потом договориться о какой-то, если что-то вдруг он выстрелит, ну, потом что-то мы с вами при продаже разделим. И после этого его умудряются продать в Спартак за миллион там или полтора. Ну, ты понимаешь, откуда все эти убытки берутся? Классан, Эдуард и остальные, это только то, что мы знаем, то, что на поверхности лежит. Ну, разворовывают нещадно трансферные деньги. Все, как он может быть? У тебя в нападении, если кто-то посчитает зарплаты и трансферы игроков нападения, переложат их на заработанные либо очки, либо за забитые мячи, но люди будут просто рыдать. Если вот кто-то просто это сделает... Тогда давайте задумаемся, кто тогда, ну, вот, если я же вот такой плохой, почему он до сих пор в Спартаке? Не ко мне вопрос. Я же тебе говорю, я не понимаю, как он вообще туда попал. А что он там делает еще до сих пор, я еще больше не понимаю. Но когда уже все видно, все понятно, вот вам дали таблицу про то, что вы больше всех потратили и еле-еле залезли в тройку, вот вам дали таблицу, что вы залезли в тройку только потому, что судьи больше всех в вашу пользу ошиблись. Вот вам в последних там трех-четырех матчах вам все расскажут, где там Левников вам помогал, где Карасев, где Кукуян. Вам все этот расклад. Причем я же, понимаешь, я же на это смотрю не только в их матчах, где они участвуют. Ты думаешь, второй пенальти Кукуян ставил, потому что так хотел помочь Спартаку, ой, этому ЦСКА? Может быть, все-таки он другой команде хотел помочь, когда он выдумывал пенальти, в матче ЦСКА Ростов, убивая Ростов, не давая возможность даже за ничьиху зацепиться. Там наступ был, Андрей Владимирович. Куяступ там был. Слышь, куяступ там был. Остальные обзоры всех абсолютно. И наступ, наступ у Ройзи. Наступить на ногу, это еще не значит нарушить правила. Почитай внимательно то, что все потом после этого обзора сказали про это. Я видел, что написал Андрей Владимирович. Я говорю, футбол я помню очень хорошо. Я футбол там играю 6 лет, понимаешь. Я помню, когда у футболиста два здоровых целых ногтя на больших пальцах, это нонсенс. Потому что вообще ногтей всегда нет. Потому что все время тебе наступают на ногу. Все время у тебя синие ногти, все время у тебя слезшие, все время у тебя вообще они там не живут. Поэтому наступ, это только вот сейчас стали придумывать эту хуйню. На ногу наступил, все, пенальти вообще безапелляционно. Я вот смотрю другие чемпионаты, там вообще такого нет. Просто эти очень хорошо научились манипулировать этой историей, понимаешь. Наступил, и вот тебе вы ему дали шанс, он его может... Ну то есть вы считаете, что это как бы... Позолотили ручку. Вроде как наступ превращается в пенальти. Не позолотили ручку, ну вроде как игровой момент, можно продолжить игру. Очень удобно. И у них таких 3-4 инструмента минимум. Захотел, поставил. Не захотел, продолжил. Вот и все. Они это используют. Ты понимаешь? Я вообще считаю, что надо в этом межсезонье провести... Только я не понимаю, мне РФС за это заплатят, за мои идеи или нет? Не заплатят, да? Что, просто так вот в воздух буду рассказывать идеи. Я считаю, надо проводить очень жесткую и такую, знаешь, структурную реформу судейства и наказаний судей. Я думаю, что, во-первых, надо за вот такую подобную ошибку, которая повлияла на ход матча, то есть на результат матча, надо сразу дисквалифицировать там от пяти до десяти матчей первый раз. Второй раз нужно дисквалифицировать, ну, например, до конца сезона судью. Причем, поскольку мы уже все знаем, и об этом Митрофанов даже сказал, что там рука руку моет, и ты же понимаешь, когда они берут, они уже закладываются на то, что будет проблема. и чтобы решить проблему, берут на то, чтобы дать чуть-чуть подальше, чтобы эту проблему на этом комитете правильно оценили. Вот, поэтому, вот я считаю, что помимо вот этой, как ее экспертная, да, или как вот эта херобора называется, да, которая там, кого не надо снимает с пробега, а кого надо покрывает, но если ты родственник, естественно, твои решения всегда будут самыми правильными. А вот, ну, это я папа-сын, вот про такие вещи. Я вот думаю, что надо еще сделать некий такой, знаешь, типа наблюдательный тройку. Решение, которое этого экспертного совета должно закрепляться некой такой тройкой. Ну, вот у нас же, смотри, людей судят, как они называются эти, присяжные. Наверное, да. Да, то есть, вот есть судья профессиональный, а есть суд присяжных. Они же не профессиональные судьи. Так. Вот, вот смотри, например, мы понимаем, да, судья коррумпирован, взял деньги. Поскольку, с большим опытом, он взял деньги сразу, чтобы поделиться, отправить наверх, чтобы его неправильное решение закрепили вот этой комиссией. И вроде как взятки гладкие. А как мы-то поймем, что он коррумпирован взял? Вот. И тут появляется экспертная, вот, и тут следующий орган, тройка, которая состоит, понятно, что люди скажут, нет, люди с улицы не должны решать, правильно или неправильно, вот этот эпизод был, значит, расценен судьей, а потом еще этот эпизод, вот эта экспертная комиссия, был признан правильным или неправильным, потому что все равно разночтение проходит. А тройку эту можно сделать из, например, представителей клубов. Все равно каких. Вот у нас есть 16 клубов, да? Не больше из каждого региона по какому-то футбольному человеку. Это может быть бывший футболист, это может быть бывший тренер, это может быть бывший футбольный функционер. Например, один из Самары, один из Ростова, там кто-то из Петербурга. Регион не должен представлять больше, чем, например, два человека. Собираем 12 человек, все время их ротируем. И эти трое принимают окончательное решение по действию судей, а потом по выводам этой экспертной комиссии. И они говорят, правильное решение или неправильное. В сговоре эксперты с ним или не в сговоре. И вот их решение уже является окончательным. И они уже дисквалифицируют судью на 3, на 4, на 5 матчей и отстраняют до конца. Например, со второго раза. Это вообще должно быть обязательно. До конца сезона или еще какой-то временной отрезок. Надо еще делать какой-то орган, потому что там уже все понятно. Там все вот эти Ивановы, Левниковы, Старшие, Младшие, Фурсы, Мурсы, все. Там все вот такой кулдыб уже организован, там правда никакой не найдешь. Они творят, что хотят. Может, просто кулдыб поменять? Ну, видишь, даже метрофанов не могут с ним справиться. А поскольку мы сейчас оторваны от всяких этих... А где метрофанов? Это было заседание с клубами и там даже не то, что есть аудио, а даже есть видеозапись, как он рассказывает, что да, мы вот с ними сражаемся, а их покрывают эти, которые потом заканчивают судить, переходят во все эти структуры и потом их же прикрывают, потому что они все с ними в одном альянсе работают. Вот работает огромная мафиозная структура. Вот ее надо рушить, понимаешь? И рушить вот таким способом, понимаешь, чтобы не было никакой заинтересованности. Например, вот то, что я сказал, 12 человек, вот эти тройки, которые закрепляют решение. Есть вопрос по Спартаку? Все, это значит, все три должны быть человеком не московским. Есть по Питеру вопрос, ну, по Зениту, да, по нарушению. Все, это может быть там Москва, все, не должно быть питерских. Ну, и поскольку московских команд слишком много, ну, вот представительство только двух человек. Я думаю, что собрав 12 человек и все время их ратируя и выставляя какие-то три человека, принимающие окончательное решение, ну, хотя бы какая-то чистота появится. Ну, или станет настолько дорого, что уже будет неинтересно этим заниматься. Ну, мы просто, у вас нет ощущения, что мы вот изобретаем какой-то велосипед постоянно. А мы не велосипед изобретаем, мы, знаешь, от безвыходности начинаем по какими-то идеями фонтанировать, потому что, ну, это безобразие, уже невозможно смотреть. вы же помните истории, там, допустим, итальянские, нет в российском футболе, почему правоохранительные органы не заинтересуются вот этими всеми делами. Правда, нет. Потому что мы уже понимаем, что это... Ивентус лишился 12 очков. что это главное. Мы понимаем, но, видно, другие не понимают, не могут, либо не хотят искать правду, либо не могут как-то что-то выдумать. Ну, вот я за них выдумал, пожалуйста, пусть пользуются. Нет ощущения, что этого не делается, ну, в том числе, просто так можно выйти на... На самих себя. Да. Возможно. Возможно. Ну, просто я тебе говорю, такое безобразие, которое творилось в конце этого сезона, я давно не видел. Но я тебе его и предрекал, и тебе и предсказывал, если ты помнишь. Но то, что они вообще стали творить, ну, это все, это уже за грани. Это просто... Ну, просто у меня ощущение было, что в какой-то момент, вот после того, как были отстранены предыдущим президентом РПЛ и главой судей-хачатурянцем, несколько таких одиозных судей стало получше. А следующие одиозные закрепились, надо еще, надо их выгонять постоянно. Не надо бояться брать новых, пусть лучше новые приходят и ошибаются, но хотя бы будет видно, что это ошибка. А здесь, понимаешь, здесь же мы видим, что они все очень высокопрофессиональные ребята. И мы видим, что иногда они этот свой высокий профессионализм используют вот точно не на благо, а точно во зло. Потому что они профессионально убивают некоторые команды, они профессионально глушат. Так же, как Левников, Ростов профессионально со Спартаком придушил. Он думал, что они и так это дотянут, а когда счет не в ту сторону, вот тут он включился. Ты понимаешь? Но это для обычного человека не видно, как он включается, судья. А для тех, кто все время в этом, все, кто живут этой темой футболом, все, кто понимают, что творится, это же видно. Вот он судит одно, вот это пошло не по сценарию развития матча, и он уже судит совершенно по-другому. Слушайте, был вопрос подписчика одного по поводу базы Спартака, якобы в вашу бытность президентом строили какую-то базу в Голицыно или собирались строить. Что это было такое? Не, мы ее купили. Землю? Дом отдыха старый. Собирались, но что-то показалось очень далеко, и как-то там эти поля сложно было строить, ну и вообще в другом направлении. Все, что решили, далеко в Голицыно. Далеко, да, и поэтому решили просто очень хорошо отреконструировать эту базу. В Тарасовке? Да, по-моему, Роман сказал, что нет, все хватает, надо просто еще одно поле сделать и искусственное добавить, но сделали еще одно, добавили там, там что-то у кого-то, я не помню, откупили, по-моему, немного участок или что-то, чтобы поместилось еще, добавили, отреконструировали все корпусы старые, сделали медицинский центр, ну и так вроде как всех удовлетворяло. Ну, понятно. Слушайте, развивается, ситуация вот сейчас с Промисом, я смотрю, ну, блин, такие обвинения звучат, я так, честно говоря, прифигел, то есть, что грядет-то, потому что, ну, речь идет о приговоре, разбирательстве окончательном суде в конце июня, то есть, что в этой ситуации-то делать? Меня вообще, я говорю, меня удивило, когда вот это пошла, эта тема, что Промис лучший игрок и туда-сюда, ну, мне кажется сказать, ребята, вы очнитесь, вы серите, ну, человек, который хотя бы даже упоминается в уголовных делах и по которому ведется следствие, но точно не должен быть каким-то лучшим. Он может быть условно, конечно, неплохим, но вот обсуждать это, кто-то должен был вообще табу на это поставить. Это вообще, я не знаю, ну, кто-то вообще следит за тем, что происходит у нас в футбольном пространстве, медийном, и о чем люди говорят. Думаю, что сто процентов этот хлопчик в этом участвовал и скорее всего там все так и есть, как у них. У них же, знаешь, эти суды, они такие тягомотные, они очень, я судился там, они вот досконально, они все время там каждый факт вытягивают, смотрят, слушают, доказывают. У меня один суд был в Германии, лет 12, по-моему, он шел. Я уже контору закрыл, с которой у меня там немец судился, а он все продолжал со мной судиться. У меня вот контора уже 5 лет как не было, а у меня ребята спрашивают, говорят, ну, может скажем? Я говорю, не, не, говорю, давайте дальше поприкалываемся, посудимся еще. Но он даже не знал, что уже все, даже фирмы нет, с которой он судится. А просто так получилось, знаешь, а мы еще взяли его и выиграли этот суд. Вот. Ну, там оно вот, знаешь, они если вот вцепляются, особенно вот с этими делами, там, наркотики, все такие вещи, ну, там на ровном месте не так, как у нас, знаешь, тебе сунули два грамма, чтобы на статью тебя довести, а ты ни ухом, ни рылом, никогда не нюхал, не покупал, ничего, просто, чтобы тебе выдумать. А что, это первый футболист или первый футбольный деятель, который вкладывается, вон там, вспомни, этот у нас играл, ну, Петкович, вы имеете в виду, Петкович, тот там 40 килограмм, или что-то, ну, они активно все эти ребята деньги свои прокручивают, поэтому, я, например, не удивляюсь, я говорю, я удивлен только, почему у нас человек, который обвиняется в продаже полутора тонн кокаина, и вообще обсуждается, как лучший игрок, но мне кажется, это, блядь, ну, это вообще невозможно, можно сказать, что он неплохо играл, помогал в Спортаху, но объявить его лучшим игроком чемпионата, ну, это, блядь, прямо, слушайте, приехал Зиеш, игрок Челси, друг Промиса, тут он был на матче медиалиги, там тоже был, кстати, очень интересное зрелище, и, ты меня не заманишь на эту медиалигу, ну, дайте время, дайте время, да, вы и на Фанайди не собирались идти, такой, неустойчивый, эти все меняются, в этой жизни, да, слушайте, ну, тут вопрос-то в чем, что скажет теперь Мудрик в Челси, а что он должен сказать, ну, там же была история, когда поздравили Аршавина, я так понимаю, Зинченко повлиял, убрали, ты теперь Мудрик, который там публикует, блядь, снаряды какие-то там, ну, у себя, в этом самом, в соцсетях, ты видел этого Мудрика, как он разрисованный весь, ну, вот, для меня есть показатель, знаешь, я вот не против там, тату, там, всех вещей, но вот, если человек как-то гармонично, аккуратно, там, симметрично, ну, сделаны эти вещи, это, ну, еще как-то, а когда вот это вот, вуаля писта, тут у тебя жопа, тут у тебя карты, тут у тебя, два ствола, ну, это говорит о том, что у тебя просто в голове каша, и сам ты, блин, просто, ну, чеканушка на эмоциях, ну, поэтому, я думаю, когда люди вот такого склада, и вот разрисованные вот такими наборами, что-то вообще выдают на гора, ну, это просто от того, что не держится в голове залетевшая какая-то мысль, даже это сложно назвать, но какой-то высер очередной, я думаю, глядя на таких разрисованных персонажей, вообще не стоит даже обращать внимание, и зацикливаться, и концентрироваться на том, что они выдают. Вам нравится Абаскаль? Вот он... Я считаю, что он лучше Тедеско, и лучше, кто там был перед ним. Ну, там был и Руй Виторио, и Ван Оле, то есть там бригада была приличная, каждый год. Виторио мне, кстати, тоже нравился. Мне казалось, Виторио зря выгнали. На мой взгляд, был неплохой тренер, и мне казалось, что с ним дальше у Спартака может пойти. Вот. Ван Оле вообще нет, и Тедеско, ну, так очень спорно, наверное, нет. Абаскаль вот из этих троих мне точно нравится больше всех. Почему? Ну, как-то он и состав ротирует, и пытается выжать из того, что у него есть тоже максимум, и как... Иногда они играют весело, но проблема в том, что игроки не соответствуют амбициям. Я думаю, будь у Абаскаля получше игроки, наверное, он бы показал игру получше, и место занял бы получше. Ну, как-то не знаю, знаешь, это какие-то такие внутренние ощущения, такие, знаешь, под коркой головы, но вот глядя, знаешь, ну, вот как вот ты смотришь на игрока, и вот понимаешь, ну, вот, да, будет серьезный, хороший игрок, вот будет, из него будет толк, и не понимаешь, вот как-то вот он тебе, вот, когда Жерткова два раза привозили к нам, я говорю, слушайте, хороший пацан, но вы что? Говорит, нет, типа, убирай. Я по второй раз его затощил, говорит, да посмотрите, левая нога как несется там в манеже, тогда мне говорят, да нет, типа. А вот, знаешь, вот мне как-то, вот я смотрю на некоторых, вот у меня вот, ну, я как-то вот вижу, что что-то будет, качество есть, что-то будет, не могу понять, тебе сказать, вот каким критерием, ну, вот какая-то внутренняя такая чуйка, так и с Абаскалем. Мне кажется, я вот смотрю, как он работает, но видно у него, что походняк нефутбольный, что ноги нефутбольные вообще, и сам он такой персонаж, наверное, больше какой-то, конечно, со сцены ему, наверное, лучше бы даже смотрелся, но, и вот эти убегания, знаешь, такие наигранные, но, мне кажется, с ним они играют веселее, будь у него состав получше, наверное, они, Спартак мог бы занять заслуженно третье место, а не за счет судейских подачек. Вы сказали про Жиркова, за сколько вам его предлагали? Первый раз, мы когда мы его привезли смотреть, 180 тысяч, его, долларов, да, эти его посмотрели, сказали, не годится, второй раз я уговорил дать нам его еще, ребята сказали, но мы уже почти там договорились, искали, умоляю, дайте еще раз, мне сказали, по-моему, то ли 240, то ли 260 тысяч, я готов, я говорю, только дайте еще раз посмотреть, если понравится, все сразу заберем, второй раз привезли, сказали, не, не годится, и самое, он сам хотел очень сильно. Он Спартак такой болельщик, да, он хотел, а как вы поняли, что он хотел? А мне, кто ребята привозили, говорили, говорит, он хочет к вам, он очень хочет в Спартаке играть, и вообще хочет, ну вот, наши уперлись, романцев и команда, компания, и сказали, не, не нужен, не годится. Ну вот. Понятно. Слушайте, по поводу, вот, Спартака 90-х, идет раз за разом, сейчас же сравнение, ну, то есть, Зениту, для того, чтобы повторить рекорд Спартака, 6 побед подряд, остался один чемпионат. Один чемпионат, пять раз подряд выиграли. судя по тому, как они любят, всякие вот эти моменты, все, в следующем сезоне, никто может даже не напрягаться. Но если сравнивать, вот, Спартак 90-х и начало нулевых, то машину, как бы, с тем, что есть сейчас Зенит, в чем отличие исторического момента и отличие футбольной составляющей? Ну, тот Спартак был сильнее, тот Спартак был машина, тот Спартак, как потом, позже, Барселона никому не давал мяч, он его там, я думаю, что тогда он играл в эту тики-таку, Барселона позже стала это же показывать, может быть, конечно, на более высоком уровне исполнительском, но сама мысль, сам вот этот, стеночки забегания, они тогда были на вы, а самое главное, они тогда проходили на большой скорости, но тогда у Спартака и исполнители были просто феноменальные, сегодня, я думаю, что половина того Спартака, наверное, бы обыграла этот Спартак, потому что тот Спартак, там все были практически звезды, там, ну, может, два там, пару человек не было звездными, а сегодня там с натяжкой двух человек, можно в нынешнем Спартаке назвать звездами, в прямом, ну, в большом смысле этого слова, вот, поэтому, какой второй вопрос? с исторической, ну, вернее, с финансовой точки зрения, ну, то есть, ну, тогда Спартак был богаче всех, он все-таки первый попал в Лигу Чемпионов, и доходы очень сильно отличались от остальных клубов, потому что, конечно, эти выплаты, там, по 6 миллионов только за участие, все остальное, они, он прям, космически оторвавшись, я думаю, отрыв того Спартака в финансовом плане был гораздо больше, нежели отрыв нынешнего Зенита от остальных команд. Да ладно? Ну, сто процентов. Именно за счет Лиги Чемпионов? Конечно, слушай, по тем временам эти деньги, это было что-то вообще страшное, то есть, Спартак мог потратить, он не тратил, я не говорю, что он тратил, но он мог потратить, десятка, это был нормальный такой бюджет, понимаешь, 10 миллионов, то есть, это доход, еще плюс игроки-то, и вспомни, как хорошо продавались, а так, я не знаю, но я думаю, что все остальные, это где-то 2-3, не больше, зарплаты таких не было, там по тысяче люди получали, по 2000 долларов, ну, вспомни, доллар-то, вообще-то, было что-то недостижимое, а нынешний Зенит, ну, он в два раза опережает, ну, в два раза опережает тот же Спартак, наверное, в два раза Локомотив, Зенит, ну, то есть, может быть, в три раза, Краснодар, но нет такого глобального отрыва, я думаю, отрыв того Спартака от других, ну, был пятикратный, скорее всего. Тогда возникает вопрос, зачем футболистов надо было продавать? Сами хотели? Ну, ты понимаешь, нет, ты не забывай, что не для всех Спартак, это было средство, то есть, механизм затрат, иногда для кого-то, это был механизм заработка, кто-то зарабатывал, права-то зачем-то продали, телевизионные, что там на 20 лет вперед, за миллион, ну, и куча там других, всяких веселых коврижек. Понятно, слушайте, вот сейчас идет история, как бы, применительно уже к Зениту, у Кузяев закончился контракт, вот футболисты денег в Зените заработал, и титулы, как бы, и все, то есть, вот есть мотивация, возможно, хочет сыграть и в Еврокубках. На ваш взгляд, стоит ли вот сейчас уходить? Ну, вот его, я так понимаю, зовет, наверное, Ференс Варыш, он там хочет сыграть, если хочет. Да, это вопрос внутреннего состояния, вопрос внутреннего состояния, вопрос, насколько ему мозги делают дома в семье, та же жена, понимаешь, есть же такие, прямо, дамочки, что схватили за хобот и потащили, может, например, семье или конкретно жене хочется пожить в Европе. Самая страшная жена футболиста в вашей карьере? Ой, давай не будем, во-первых, их там целый этот самый список, это отдельные вообще, как я сказать, это отдельные существа, некоторые из них прям, ну, это история не на публику. Ну, понятно. Может быть, ему хочется пожить в Европе, попробовать, как это, ведь, знаешь, у нас народ бредит этим, им же кажется, что там разливанные берега, то есть кисельные берега, да разливанные медовые реки, вот, может здесь, ну, слушай, у нас же некоторые все равно стоят на позициях демократов, да, и либералов, зачем вы все это устроили, хотим жить в цивилизованном мире. Так. Вот. В России, ну, на самом деле, наверное, Кузяев уже все выигрывал, поэтому, ну, что ему еще тут выигрывать? В Зените не сложилось, максимум, где ему могут дать еще такие хорошие, серьезные деньги, это в Рубине, как и национальному кадру, вот, Рубин уж нужны, все равно. Но я бы сказал, что у него в Зените, наоборот, хладше сражилось хорошо, он один из лидеров, там, что-то. Я говорю, сейчас уже все не сложилось, контракт новый, я имею в виду, понимаешь? Не, ему предлагают, я так понимаю, он сам не особенно хочет. Ну, я говорю, могут в Рубине предложить больше, как национальному кадру, в Рубине же нужны татары, обязательно, чтобы выигрывать, так же, как в Ахмате обязательно должен быть чеченский игрок, так и здесь. Но, на самом деле, когда ты в Зените много выиграл, может быть, и не очень интересно в этом чемпионате, может быть, хочется и в венгерском поиграть, в любом. Интересно с другой стороны, но почему нет? Может, они вообще хотят уехать из России после окончания карьеры и жить в Европе, но каким-то же боком, каким-то хером этот, как же он у меня этот? Кто? Еще забил, Торбинский. Ну, как-то же он в Америке, мне-то, оказался с семьей. Ну, как-то же он вот туда попал, понимаешь, и живет там теперь до сих пор, и все. Ну, у всех же, понимаешь, тараканы разные в голове, а у футболистов-то они вообще какой-то отдельной породы, поэтому там предсказывать чего-то, ну, нельзя от слова совсем. Слушайте, Зенит, вот, я не знаю, видели вы высказывания Сергея Иванова, представителя президента, бывшего министра обороны, чтобы составить конкуренцию Зениту, у ЦСКА нужно значительно увеличивать бюджет. только ли в бюджете здесь дело. Ну, то есть, бюджет, я так понимаю, покупать более классных футболистов, спорное. Почему? Ну, ведь, ЦСКА, несмотря на очень убедительную победу, последнюю, набрал, насколько, на 4, на 3, на 4 очка больше Ростова, а у Ростова бюджет раза в 3-5 меньше. Ну, у Ростова, насколько я понимаю, около 2,5. Да? Ну, да. Так вот, разве в бюджете дело? Может быть, в игроках, может быть, в тренере, может, правильно, подборки игроков, а не в бюджете все-таки. Потому что, и так у нас команды, которые опередили Ростов, у них 10-кратно, они, по-моему, превышают по бюджету. А по игре? Одни, да, по игре обошли, а вторые только потому, что еще судьями подкрепились. Так, наверное, дело все-таки не в бюджете, а в качестве работы тренеров, игроков и спортивных менеджеров. Тренер в ЦСКА очень неплохой, нормальный все-таки, поскольку, ну, и Сочи второе место, и здесь, в принципе, без альтернативной борьбе за первое же у нас теперь не борются, за второе место смог победить. вполне возможно, через два дня, через три дня кубок выиграет, поэтому с тренером все в порядке. Игроки есть, но не все, на мой взгляд, такого топового качества, поэтому, ну, скорее всего, надо и на этом сосредоточиться, а не на увеличении бюджета. Ну, каждый идет своим путем. Слушайте, на ваш взгляд, вот эта история, когда бразильцы Зенита, у них раз за разом спрашивают про Дзюбу, они говорят, ну, да, Дзюба хороший игрок на этот титул, выиграли мы без него, так, намекая, что он не очень-то и значим, да, в последние годы был, то есть, вот, зачем они так дергают Дзюбу за усы, но они же понимают, что они таким образом повышают ему мотивацию, просто на следующий год. Ну, их же спрашивают. Ну, может быть, пока они еще не настолько созрели, чтобы сказать, мы лучше Дзюбы. Я не думаю, что Дзюба бы хорошо смотрелся в нынешнем Зените. Мне кажется, Зенит хороший без него, и освободившись от него, они стали играть более разнообразно, разные забивают ребята, и Дзюба пригодился там, где как раз вот его не хватало, где не хватало этого наконечника, как мы с тобой любим говорить, копья, так сказать, колющего. Вы знаете, так вы в будущих интервью дадите, да не фри того же, злодор. Вот, и он пригодился локомотиву, и я думаю, что они не лукавят, когда говорят, что они без него выиграли, а то, что поднимут ему мотивацию, ну, так это только мы радоваться должны, это значит, у нас будет интереснее футбол, он будет с ними биться, локомотив будет биться, будет конкуренция, мы не будем за четыре тура, за пять, за четыре тура до конца чемпионата, уже не то, что знать, понимать, а уже де юра иметь чемпиона. На мой взгляд, хорошо, когда вот это все выглядит, как в Германии, когда чемпион неизвестен, там, ну, хотя бы первый тайм последнего тура. Мне кажется, как раз у нас в чемпионате теперь всех интересует борьба за вылет-не вылет, стыки-не стыки, о, кстати, мы с тобой чуть не пропустили, сейчас я переключу, стык же пошел первый, вот, стыки-не стыки, и кто займет второе-третье место, ты понимаешь, у нас, как обычно, все вывернуто через жопу, у нас никого уже не интересует чемпиона в конце чемпионата, а у нас весь кипиш, весь движ по поводу того, кто займет второе место, и кто попадет в стройку, кто не попадет, ты понимаешь, это за хренеть, у нас судьи исполняют, балятся, это величие, Андрей Ларинович, отвлечемся, сейчас в Краснодаре плюс 32 градуса, по прогнозе, где играют? В Енисее, а почему они играют в этом, в Манеже, там холодно? 32 градуса, там 32? Ты говоришь в Краснодаре, в Красноярске? Красноярске, плюс 32 по прогнозу сегодня, но поле не готово, там идет реновация, здесь, как я понимаю, если у них нет поля, какого хрена они вообще тогда... Они сделают его, они сделают его КРПЛ. Ну, понятно. Ну, так вот, ты меня сбил, так я тебе говорю, представляешь, у нас что происходит, у нас судьи палятся, выставляют себя конченными этими коррупционерами, для того, чтобы команда какая-то заняла третье место, у нас битва идет за третье место. Слушайте, вот история по поводу россиян, зенита, то есть я смотрю, там целая ведь бригада людей, которые там под сборную, или в сборной, ну вот смотрю, Бакаев сидит, Ерохин сидит, еще несколько ребят, Сутармин сидит, продлевает контракты, то есть главная мотивация деньги здесь в этой ситуации. Ну, не было бы мотивация, не деньги, они все играли в аренде в том же Ростове. Я еще раз говорю, например, зениту очень выгодно, вот всех кого-то назвал, Ерохина, Бакаева, Сутармина, отдать в Ростов, и Ростов бы реально кусал бы всех, и ЦСКА, и Спартак, и Локомотив, и Краснодар, и облегчал бы зениту жизнь. Ну, видишь, они как собака на сене, сам Нигам, и другому не дам. Слушайте, вроде у них украинцев нет в команде, а поведение чисто украинское. Вы были на матче ЦСКА Ростов, первый ваш визит, да, на Фан-Айди? Да. Как он прошел? Идеально, вообще без вопросов. Приложил, отложил, пошел, ну, вообще без проблем. Ну, мы рано приехали, честно говоря, очень, мы там практически за час приехали, никого не было, и спокойно на машине заехали, и туда прошли, в ложу, вообще никаких вопросов. И даже у внучки же, я охренел от того, это ты не представляешь, что за идиотизм. Ты думаешь, что эта история закончилась, моя Фан-Айди? Да, Мне звонит внучка, говорит, слушай, дедушка, поехали, говорит, на футбол, Ростов, туда-сюда, я говорю, ну, поехали. Потом ребята звонят, слушай, говорит, Фан-Айди у вас есть? Я говорю, у меня да, у них нет. Я говорю, что, ребенку 8 лет надо Фан-Айди? Говорит, да, я понял, что дети у нас, в принципе, все потенциальные гады, вражины, которые что-то должны сделать, потому что в 8 лет у них уже должно быть Фан-Айди. Налог бы этот Фан-Айди приклеить тому, кто придумал ребенку в 8 лет эту херню. Ну, чем, что в итоге было? В итоге началась новая битва. Электронная, естественно, вся эта херня не работала. Сын пошел создавать свою, а потом все как обычно. Значит, ребенку создать нельзя, потом ребенку можно, потом заполнил формы, ему он приходит в этот, одна там очень умная сказала, ребенка надо тащить в МФЦ. Он говорит, так, ребенок учится, она говорит, да похрен, ну, в 8 вечера везите, он говорит, женщина в своем уме, блин. Ну, короче, потом выяснилось, что все-таки ребенка не обязательно тащить в МФЦ, можно папе сделать самому. Когда папа все сделал, сам приехал за Айди ребенка, ему сказали, а вы вообще, говорит, опекун, давайте эту бумагу, что вы опекун. Он говорит, я не опекун, я отец. Он говорит, ни хрена, вы оформились как опекун. В общем, так, блин, когда кажется, что ты вышел из лабиринта, ни хрена, есть еще один вход, где можно поплутать. В общем, в общей сложности его вот это, получение фана Айди через МФЦ себе и, значит, внучки занял 8 часов у них. Блин. Это великолепная работа. Знаешь, как это у нас называется? Что? Электронное. Все электронное. Что случилось, на ваш взгляд, с Ростовом в этом матче? Что это было? Слушай, ну, во-первых, нервное напряжение, потом привезли сами себе, как это вот у них, ну, опять же, отсутствие, знаешь, какого-то опыта и все это. А потом, сушь, Кукуян закрепил лидерство ЦСКА, с 1-0, это еще можно покусаться, туда-сюда, он выдумал второй пенальти, успокоил ребят, которые играли в Самаре, вот, успокоил армейцев, ну, сделал максимум для того, чтобы просто Спартак хотя бы скатал ничейку и все отработал свое по полной программе. Ну, я сразу, когда назначили Кукуяна, мне, например, результат был абсолютно понятен, помету я его, эти вызовы Карасева на ВАР, посмотреть, где он вообще не должен был вякать, но он все равно позвал, когда тут судья сам поставил, ну, и так далее, то есть, ну, это чисто такой, знаешь, этот судья ангажированный с набором уже довольно-таки тяжеловесным портфелем ошибок в пользу одной команды, там ничего такого нового нет. Я говорю, что, мое мнение, что вот это надо двух-трех таких значимых лидеров, так сказать, судейского корпуса выгнать, чтобы остальные чувствовали себя в рамочках, в ответственности. Ну, кому-то же пришел гол когда-то Федотова убрать из судейского корпуса, и, как оказалось, один из самых квалифицированных судей, самых знающих. так и что этих-то? Ну, вот у вас троечка есть, прямо на этом самом Безбородов, Левников, Хукуян, ну, вот любого из них, хоть монетку киньте, но точно всех остудит на какое-то время. Слушайте, история Ростова, то есть, явно выше ожиданий, выше своего потолка, на ваш взгляд, способна ли команда выйти второй такой сезон? Если все останется так, как есть, и хотя бы еще пару человек укрепят, то есть, останется весь этот состав, и хотя бы кого-то еще одного в оборону качественного, ну, и, может быть, вперед, конечно, впереди явно не хватает нападающего, то да, ну, может быть, конечно, не так, что претендовать до 25-го тура на второе место, да, или там, вплоть, конечно, до 30-го, но реально претендовали, что до 25-го, где до тура, шли хорошо, пока не начали проваливаться, то да, они еще больше сыграются, они еще лучше будут друг друга понимать на поле, и, в принципе, ну, опять же, с большой поправкой, помнишь, я же тебе сразу сказал, что Ростов будут убивать в конце, так и было, так и здесь, если будут судить то, что есть, и свистеть то, что есть, а не так, что на ком-то мы пенальти видим, даже когда наступают уже после отыгранного момента, а Камличенко косой по ногам херачат, и это оказывается, Левников-старший запретил на какой-то этой лекции, семинаре, на чем-то вообще ставить им 11-метровые, вот и возникает вопрос, ну, опять же, про эту всю банду-мафию, которая там дает указания ЦУ, и про то, что не одинаково судят всех, и все, а я тебе говорю, а последнее время, ну, это шедеврально, то, что еще и перестали эпизоды показывать, когда эпизоды, которые не надо показывать, их вообще не повторяют, вот это новость, что у нас еще и телевидение теперь в этом кулдыпе работает вместе с ними. Слушайте, Глебова продлили на 5 лет, без суммы отступных, на ваш взгляд, за сколько Ростов может его продать, вот сколько нужно предложить, чтобы Ростов сказал, окей, а сколько они просили, десятку? Не знаю, сколько они просили. Слушай, ну, вот как ты думаешь, если за Дуарты платят что-то в районе пятерки, сколько тогда Глебов должен стоить? Дуарты основной, этот самый, гробовщик Спартака, стоит там, не знаю, под пятерку, плюс зарплата. Глебов основной игрок команды, которая не по договорникам судей, а по игре, ну, должна была занять третье место. Ключевой игрок центра поля, то оппозиция, которой, ну, вот у Спартака нет. Ну, сколько тогда, вот, исходя из этого, надо за него заплатить? Ну, вы намекаете на цифру 10? Ну, как минимум, я не намекаю, это были слезы, 10, я намекаю на цифру 15. Ну, вы думаете, Спартак даст 15? За какой-нибудь чертобеса непонятного дал бы, а за Глебова не даст. Ну, а Глебов, я же тебе говорил, там ничего не прикуришь. Все понятно, все ясно, никто из, в Ростове никому там никаких откатов давать не будет. И в этом-то весь, вся, как тебе сказать, сложная ситуация. Некоторые пришли туда, в Спартак, не для того, чтобы он хорошо играл, не для того, чтобы он что-то побеждал, а для того, чтобы просто стать еще, еще более богатыми, набить свой карман. Вот, когда от этих чертей освободятся, которые на первое место ставят свой карман, а Спартак на второе, вот тогда там начнется просвет. То есть, в начале команда, в начале ее интересы, в начале результат, и потом по остаточек можно себе трохи в гамонок туда кинуть. А до этого, а сейчас там все по-другому. Слушайте, вот по поводу Динамо ищут тренера, да, Югослав-1, Югослав-2, и ды-ды-ды-ды-ды, то есть, вот, ну, направление понятно, поиска. Есть ли какое-то другое направление, и кто может быть из русских тренеров? Да вот тебе направление, бери Парфенова. Ну, как ты же он с этой родиной попал в стыки? Игроков родины даже не знаю, я даже не знаю, это московская или не московская, московская команда, я вообще даже не знаю, там есть вообще игроки, хоть один какой-то ветеран, знаешь, какой-то, ну, с именем, с чем-то, он в стыки попал, он может вообще сейчас, знаешь, как это бывает, раз-раз, и в премьер-лигу выйти. это не показатель, разве, качество тренера? С Уралом он неплохо показывал игрок, он с Тосно кубок выиграл, ты помнишь, это Тосно? Помню, да. Да, ну, и что там, кроме Заболотного, кто-то еще был? Из игроков, которых мы знали, и Заболотный, знаешь, это самое, так и тут, ну, это же говорит о том, что у тренера есть качество, соответственно, выберите того, кто качество подтвердил, он говорит с игроками на одном языке, он, например, жесткий парень, несмотря на свой благой такой этот, ну, вид, он довольно-таки, Дима, ну, такой настоящий одессит, то есть он может и пошутить, и поржать, но может и свое заставить делать, и поддавить, и поддушить, и все как надо. Ну, вот, один, например, очевидный выбор, я не знаю, ну, еще кого-то этим, наверное, Черевченко, по-моему, без дела до сих пор ходит, но есть ребята, которые уже подтвердили качество, зачем брать каких-то непонятных югославов, но я тебе говорю, тоже, в этом только один этот резон есть, опять, трохес для Себе, понимаешь, спортивный директор этот южок, тренер южок, как вы считаете, если бы Черчесову дали суперконтракт, он бы пошел в Динамо? А его туда не возьмут. Почему? Ну, потому что,